Вот так принято кричать в некоторых западных университетах. Считается, что это помогает снимать стресс. В одном французском университете для студентов создали комнату для сна. Хочешь спать? Иди в специальную комнату. А в американском университете Джорджтауна учащиеся зачем-то воруют стрелки часов и отправляют их по почте Папе Римскому. А в наших вузах за такое могут и отчистить. Однако есть в России один день, 25 января, когда от студентов можно ждать чего угодно. Так давайте же узнаем, чем занимается Березняковская молодежь в этот день. Вот они где все. Весь концентрат самого активного Березняковского студенчества здесь. Встали пораньше и к 10 утра пришли в боулинг-центр, чтобы отметить свой законный праздник. С позитивным настроем пришел? Очень с позитивным. Только спать охота немного, но я пришел. Мы пришли побеждать. Пару пробуливаете? Нет. А, да. Нас освободили. Наверняка мы еще с хорошистами и отличниками имеем дела, ведь от занятий освобождают только тех, у кого нет долгов. Но это не точно. Здесь 8 команд. Это ребята из нашего филиала Политехнического университета, техникумов города и сборной студенческих отрядов. А подарить молодежи такой турнир в этом году решили специалисты Молодежного культурно-досугового центра. Мероприятие проходит в два блока. Первый блок были студенты от каждого учебного заведения нашего города. Это СПО и высшее учебное заведение. Во втором блоке у нас идут студенческие отряды и волонтерские движения. Настоящий студент в свободное время от зачетов, семинаров и лабораторных работ, конечно, любит поспать вдоволь, вкусно покушать и оторваться с друзьями, вот как сейчас. Поэтому призы их ждали самые, что ни на есть студенческие сертификаты в караоке и в пиццерию. В итоге самыми ловкими стали аж целых две команды из Брезняковского строительного техникума. А желают всем студентам нашего города не только здорово отдыхать, но и учиться только на хорошо и отлично. Варвара Горхунова, Дмитрий Воронушкин, Новости Вишнякамья.